Вслед за Беларусь калием на дно пошла Белорусская железная дорога. И вот в чем дело. Еще в 2021 году, который был в общем и целом, ну еще не начали санкции, в общем и целом он был более-менее, так знаете, благополучен для Белорусской железной дороги, у предприятия уже не было денег на зарплаты и на оплаты пенсионного фонда. Ни на то, ни на другое. Соответственно, в 2021 году приходилось брать огромные кредиты, которые вот отдавать придется сейчас, имеется в виду в банках кредиты, на то, чтобы элементарно заплатить людям деньги зарплатные и, соответственно, пенсионный фонд. В 2022 же году основной клиент, если можно так выразиться, Белорусской железной дороги, это компания Беларусь калий отвалилась. Калий возить некуда, калий возить некому. И, собственно говоря, не на чем даже. Так вот, без этого клиента дела Белорусской железной дороги пойдут на порядок, хуже, чем были в том году. Теперь надо учитывать еще один момент, что сейчас белорусские банки один за одним, не дай бог, Лукашенко сделает какие-то телодвижения в сторону агрессии путинской против Украины, белорусские банки пойдут на дно точно так же, как российские. Соответственно, взять кредит в Белорусском банке, который будет нищее церковной мыши, будет тоже невозможно. Соответственно, после этого предприятие Белорусской железной дороги просто перестанет существовать как единый организм, потому что она обанкротится. Скорее всего, ее порубят на много-много кусков и раздадут в частные руки. Российские, естественно, которые быстренько это все прихватизируют. Единственное, что сейчас более-менее, я так понимаю, выручает железную дорогу, это перевозка российско-оккупационных войск из угла в угол по стране, если они, конечно, за это платят. В чем я дико сомневаюсь. По-моему, русские вообще никому ни за что не платят. Редактор субтитров А.Семкин